Все в мире имеет свою обратную сторону, даже самые прекрасные явления. Родителям очаровательных малышей приходится не спать ночами у колыбели, обладателям художественного таланта терпеть муки творчества, рождающие восхитительные произведения искусства. А тем и другим ломать голову над тем, как отстирать гуашь с одежды, причем регулярно. Пятна от гуаши на одежде привычны для всех, кто работает с краской, будь то начинающие художники или дизайнеры с обширным портфолио. Но одно дело, художественно измазать рабочую одежду, предназначенную для мастерской, и совсем другое, когда хочется отстирать гуашь с белой тканей или любимых джинсов. Энтен Пепеп? Выбрасывать любимые вещи не придется. Вывести гуашь с ткани можно, даже если пятна от краски успели засохнуть. В отличие от масляной или акриловой краски, гуашь отстирывается с одежды без следа, если соблюдать правила стирки. Правда, по сравнению с акварелью отстирать гуашь с одежды сложнее, состав этой краски более плотный и въедливый. Тем более, что современная гуашь содержит дополнительные компоненты, обеспечивающие насыщенность цвета и плотность покрытия. Тем не менее, гуашь не используют для долгосрочного нанесения рисунков на ткань, поэтому всегда остается шанс вывести с одежды пятна гуаши и даже несколькими разными способами. Состав и свойства гуаши. Чем можно вывести пятна от гуаши? Гуашь – краска водная и водорастворимая, но все же более густая, плотная и стойкая, чем акварель. Гуашь светлеет по мере высыхания, но при нанесении слишком толстым слоем ее поверхность может даже потрескаться. Поэтому художники используют гуашь, когда хотят добиться умеренно яркого, матового и даже слегка бархатистого изображения на бумаге, картоне или загрунтованном холсте. Если хочется рисовать гуаши по ткани, материал приходится предварительно пропитывать клейстером или специальным раствором. Все эти свойства обусловлены специфическим составом гуаши. Классические компоненты основы гуаши – это клей и белила. Клей гарантирует густоту и сцепление с поверхностью, а белила – густоту и матовость. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Современные гуашовые краски содержат больше ингредиентов – натуральных и искусственных пластификаторов, глицерин, кометь, декстрин и другие. Связующих веществ – вода, ализариновое масло, фенолы, гумиарабик. Свойства гуаши – цвет гуаши зависит от пигментов. Для яркости и насыщенности пигмента усиливают синтетическими смесями. Именно они, а также состав основы, определяют стойкость краски и возможность отстирать гуашь с одеждой и другой ткани. Желательно использовать для стирки те же вещества или их растворители. Поэтому перед стиркой найдите и изучите этикетку. Выясните, какая именно гуашь испачкала одежду – художественная, плакатная или флоресцентная. Несмотря на формально водную основу, гуашь не отстирывается ни водой вручную, ни в стиральной машине. Существует список средств, выводящих гуашь в большинстве случаев. Коричневое хозяйственное мыло, нашатырный спирт, пятновыводители типа ваниша, антипятнина и тому подобное, нашатырный спирт. Средства для мытья посуды – white spirit, жидкость для снятия лака и подобная бытовая химия. Эффективность каждого из перечисленных средств трудно предугадать, приходится проверять ее в каждом конкретном случае. Результат зависит от состава краски и пигмента, а также оперативности ваших действий. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Можно лишь увеличить шансы на успех, выводя гуашь с одежды последовательно и делая выводы на будущее. Как отстирать одежду от гуаши. Чем быстрее вы заметите свежие пятна от гуаши и предпримите меры по их удалению, тем больше шансов, что краска с одежды отстирается бесследно. Поэтому не теряйте времени и приступайте к стирке. Хорошенько намочите одежду или ее испачканную краской часть холодной проточной водой и обильно намыльте хозяйственным мылом 72%. Дайте мыльной пене пропитать ткань и интенсивно застирайте ее руками. Через пару минут прополощите одежду под краном и оцените результат. Если пятна остались, придется отстирывать гуашь иначе. Отстирывание пятен гуаши смешайте равное количество нашатырного спирта и глицерина. Намажьте получившимся раствором пятно от гуаши и оставьте на 30-40 минут для пропитки. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Затем прополощите, повторите стирку хозяйственным мылом вручную или постирайте в машинке любым качественным порошком или гелем для стирки. За неимением аптечных ингредиентов, можно попробовать постирать испачканную гуашью одежду средством для мытья посуды. В этом случае постарайтесь хотя бы выбрать не жидкое, а максимально концентрированное средство вроде геля или бальзама. Немного разведите его водой до образования пены и как следует пропитайте пятно. Подождите полчаса и постирайте одежду руками или в машинке. Чтобы отстирать гуашь с белой одежды, тонкой и деликатной ткани, лучше воспользоваться более дорогими, но зато щадящими средствами для выведения пятен. Возьмите ваниш, парус, аист или другой продукт, которому вы доверяете. Действуйте согласно инструкции на упаковке, но не забудьте учесть специфику для белых и цветных тканей. Если вы решили стирать испачканную гуашью одежду с отбеливателем, выбирайте только кислородные средства. Активный кислород интенсивно растворяет краску, но не повреждает ткань. Обратите внимание, что гуашь отстирывают именно холодной водой, потому что при нагревании клей в составе краски денатурирует и твердеет. Как вывести пятна от гуаши с джинсов и другой одежды? Замечено, что гуашь относительно легко отстирывается с синтетических тканей, со смешанных материалов гораздо сложнее. Труднее всего вывести пятна гуаши с натуральных, особенно хлопчатобумажных вещей, тем более если краска успела засохнуть. В этом смысле джинсы – самый неудачный вариант для выведения гуаши. С другой стороны, плотный деним позволяет использовать более мощные средства для стирки. На шатырный спирт смешайте со щавелевой кислотой приблизительно в равных пропорциях. Наденьте резиновые перчатки и нанесите смесь на гуашовое пятно при помощи ватного тампона от краев пятна к его центру. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Отложите на полчасика. Затем смойте кашицу, прополощите джинсы и постирайте их мылом или порошком. Другое народное средство для отстирывания гуаши – смесь бензина и уксуса. Снова работая ватным тампоном и в перчатках, немного подогрейте уксус, перемешайте с равным количеством бензина и пропитайте пятно. Подержите не дольше 15-20 минут и смывайте. Специфические средства для выведения гуаши с одежды сами тоже требуют тщательной стирки. Если бензин оставил на ткани маслянистые пятна, протрите их жидкостью для снятия лака или спиртом, после чего не забудьте постирать в воде с порошком или мылом. Некоторые виды гуаши, например, флуоресцентную, лучше выводить маслом эвкалипта. Разводить масло не нужно, просто нанесите его на пятно непосредственно из флакона или губкой. Сразу же интенсивно потрите загрязнение, ощущая краску. Прополощите под краном и при необходимости повторите манипуляции с маслом. В конце постирайте в мыльном растворе. Занимаясь стиркой перепачканных гуашью вещей, ненароком не испортите собственную одежду. Наденьте фартук и на рукавники, а при использовании бензина или растворителей, откройте окна и выходите подышать воздухом. Один из изложенных способов обязательно поможет вам отстирать гуашь одежды. А если нет, останется только превратить некогда выходную вещь в рабочую, предназначенную специально для рисования. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Можно даже воспользоваться случаем и разрисовать ткань полностью, дополнить пятна осмысленными элементами сюжета или оставить их в виде абстрактных разводов. Ведь одежда это всего лишь материальные вещи, а вдохновение нельзя запланировать и важно не спугнуть. Поэтому не отказывайтесь от гуаши и не запрещайте детям рисовать ею, в случае чего вы уже знаете, как отстирывать эту краску с разных видов ткани. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.